Вот так сейчас выглядят практически все торговые центры в Москве. Вы понимаете, что это малый бизнес, который как бы карабкается и так последние два года еле-еле, но надеемся, что это всего на семь дней. Видите, закрытые пустые магазинчики, салоны красоты, естественно, там много чего закрыто, но много-много чего и открыто. В общем, должна сказать, что локдаун у нас не для всех. Всем привет, вы на канале Мария Шагает по Москве. У нас локдаун для избранных продолжается. Смотрите, вот Андрей Малахов, включая сегодня телевизор, за спиной у него сидят зрители, все нормально, у них нет локдауна. В студии гости тоже все хорошо, эксперты сидят, в общем, все свои денежки получат, у всех все замечательно, сидят, обсуждают коронавирус. Ну, а вот это, это наказанные, то есть у них локдаун, маленький частный магазин, там и в обычные дни не так много народу, но теперь закрыт. Ну и, конечно, закрыты все салоны красоты, потому что именно там все заражаются, а не в магазинах. Ну, вот смотрите, вот это, например, небольшой ремонт часов и ювелирных изделий. Я не думаю, что если бы он работал, он бы кому-то помешал. Ну, работают вот эти МТС, всякие, Билайн, Теледва, по очереди впускают туда людей, два-три человека, вот таким образом. Но, вы знаете, самый такой пик, это в продуктовых магазинах, вот там, извиняюсь, пердуха просто. В мяснове с утра до очереди, до очереди, с утра до вечера очереди стоят по 50 человек в одной маленькой комнатке, понимаете, закупают колбасу, шашлыки, потому что, ну, народ собирается отдыхать. Стоят ноздря к ноздре, просто друг к другу, и после вот таких вот, мне кажется, похождений точно ситуация может измениться в худшую сторону. Но, как бы, на это никто не обращает внимания, потому что там и Мяснов, и Индейкин, и все большие продуктовые магазины, а не сетевики, им-то надо жить в отличие от маленького бизнеса. Но народ тусит, народ гуляет, народ отдыхает. Конечно, многие работают, я ничего не говорю, есть те люди, которые работают в тех же магазинах, на них сейчас просто двойная нагрузка, потому что, ну, все пошли закупаться шашлыком. Вообще, если честно, все задаются одним вопросом, люди, которые привиты, больше этим задаются, почему мы сделали прививки, почему мы должны вот сидеть дома. Особенно те, кто не на бюджете, да, ну, понятно, на бюджете, там, допустим, у меня зарплата идет, ну, ладно, переживу, посижу, погуляю, шашлычки пойду поем, денежку потрачу. У меня-то ничего не изменится. Вот. А те, конечно же, кто живет частным бизнесом, кто работает на частных предприятиях, там, кто сдельно работает, конечно, они сидят и переживают. Ну, должна сказать, что локдаун для избранных, это, конечно, интересная тема, и столько народу в метро, кстати, люди едут в парки, работают музеи, работают театры, частичная в них заполняемость, ну, потому что они были в прошлый раз наказаны, понимаете, их же в прошлый раз позже всех открыли, но теперь вот им решили дать такое послабление. Ну, если честно, я за них только рада, я ни в коем случае не за то, чтобы их закрывать, я как раз наоборот, пусть работают и дай бог, чтобы они работали. Вот. Ну, правда, я увидела, что закрыты большие рынки, но не знаю, это было первые два дня, не знаю, откроются они или нет дальше, но, конечно, мы надеемся, что 7 ноября все это снимется, но народ, знаете, как земля слухами полнится, начинают всех пугать и говорить, что это еще надолго. Действительно, люди этого боятся, ну, которые не работают и еще в этот момент не получают зарплату. В общем, ребят, пишите в комментариях, какая ситуация и как дела обстоят в ваших городах, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на то, что...